мальчишки девчонки снова я серёга приветствую вас на своем скудненьком канальчики вот ребят сегодня у нас по плану имитации кирпичной кладки о выговорил имитации будет наноситься на нишу для штор на боковые короба типа колонны оля вот здесь будет она чуть выше ну доходить до примерно вот этого уровня так как немного я за узел после сантиметров я вообще не знаю найду ли я как она называется шива да почему шторы ездят гардина не про не знаю как правильно здесь будет под потолок эта стена тоже будет в кирпичной кладки это будет в чистовую просто наверное хотя фиг знает наверное просто зашпаклю и будет просто гладкая белая поверхность вот это делаем до сих пор дальше потому что 5 сантиметров от потолка будет натяжной потолок вот очень много информации в ю тубе я посмотрю об этом и решил попробовать почему нет сделали отметку в 1 сантиметр ставим карандаш и просто крутим все сантиметром отметили теперь берем болгарочку и погнали а знаю что начнутся холивары в контактах так вот ну будут говорить что надо было обыкновенным металлическим диском который по бетону нет ребята попробовал он их он их не пилит скотч если простой скотч можете пили то вот этот нет с дымком но отрезал обыкновенным тонким кругом вот продолжаем все ребят погнали глубина декоративной кладки будет толщина глубина то как уж назовет будет где-то примерно пол сантиметра около этого я думаю вот соответственно кирпич будет у нас вот сюда уступать стандартная ширина кирпича 65 миллиметров отнимаем 5 получается 666 берем правила ешь можно было все сразу ответная так вам для наглядности ширина ширина ленты у нас один сантиметр прибавляем его к шести с половиной получается семь с половиной семь с половиной это три не так так два кирпичика ой два венца как они правильно называется у каменщиков не знаю вот два этих у нас сделано теперь верим от стены отверяем пускай здесь будет один сантиметр 25 стандартный того 26 26 длина кирпича 25 прибавляем ширину шва 26 прибавляем 26 прибавляем 26 здесь у нас должно быть посередине это значит 25 полом 12 с половиной середина 12 здесь будет середина шва грубо говоря правильно середина шва 5 миллиметров отступаем в сторону это половинка кирпича от нее отмеряем 26 26 26 и опять 26 26 ну вот 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 вниз 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 это вот вверх 26 26 26 26 26 26 26 26 26 вот и вот здесь длины 36 26 27 вот здесь есть я надеюсь вы меня пройдет 37 27 27 28 28 28 23 31 30 31 32 31 32 Плюс-минус Москва-Боголюбова роль играет, я думаю, нет конечно надо стараться сделать ровно, но если отклониться там на какую-то одну десятую часть миллиметра, я думаю, это не критично берем наш скотч, ищем край вот он, надеюсь, что он у меня потом хорошо отвалится клеймо ну приблизительно опять ну ничего в стороне как-то так так, а вот верх, наверное, мы заделывать-то и не будем, чтобы не получилось как на кухне у меня ламинат торчит, я и прикрыл замок, здесь мы, если будет заходить на кирпич, то хорошо не будет заходить, как раз вот сделаю вровень с кирпичом да, 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 и они мне, грубо говоря, по этому кантику сделают все теперь клеим вот эти полоски поперечные а клеим мы их вот в эту сторону сначала предполагал я что в другую теперь пришел к мнению, что пришел к мнению, что фонарь чуть не сломал чтобы вот здесь у меня не было шва поэтому лепим их вот сюда вот справа от полоски и нижнюю, нижнюю я уже сделаю поэтому вот грубо вот так вот потом аккуратно канцелярским ножом подрезаем края обязательно поперечные ну в этом видео в принципе ой в этом видео во всех видео на ютубе об этом упоминают так что вы точно не забудете чтобы поперечные заходили вот на эти, на продольные ну чё ребят погнали блин ни разу это не делал честно как это будет выглядеть без понятия вот в принципе прошел все заложил ровно вот это вот не надо делать ну я так думаю хе-хе-хе я не знаю чтоб кирпич такой казался более натуральным вон вон даже как-нибудь вот так вот вот ребята в принципе вот что получилось смотрите вот отсюда как раз будет начинаться потолок вот так что здесь все нормально вот сейчас она уже почти застыла прям берем веник все лишнее отваливается и углы заглаживаются смотрите какой кирпичик становится как вот эти неровности как натуральные получается ну что друзья мои вот я оклеиваю это скотчика блин на камеру неплохо видно да свет из окна в общем вот так короба грунтованные не знаю видно не видно сейчас замешиваю раствор мне кажется нифига не видно ладно вставлю фотографии замешиваю раствор все и погнал накидывать ну вот други мои так как я не мастер быстро накидывать не умею получилось у меня вот так вот здесь будет как бы разрыв завтра я продолжу прямо вот полоска как оторвется вытеру сейчас ее а завтра приклею новыми на это же место и пойду дальше вот ну заодно посмотрим можно ли с промежутками во время делать теперь вот делаю такие вот вот как бы кирпич устаряю фактуру что ли или как это называется то планиночка чтобы он был неровный такой весит уже подсыхает я думаю вот вот здесь будет ф висеть вот такая старую я выберу как раз по ней будет грань что происходит так блин сколько что еще такое надо красота красота вот видите он прям такой тык 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 что так есть небольшой кузячок так вот и там и там и здесь и там и там и там и там и там и там вот 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 так вот Красота Мне нравится Извините, что-то прихворал я В нас, говорю Вот А завтра, прямо на это же место Приклею новую полоску И все будет чин-чинарем, ребята Спросите До какого состояния месить Ну вот, чтобы вот она Опять же, я не мастер, я вас не учу Я вам говорю, как я делаю Вот, раз она Стоит, грубо говоря И ни в коем случае Не замешивайте на больших оборотах Она застывает мгновенно Вот вам результат Ведро Застыло За две минуты Так, надо пойти Помыть миксер Давайте и включусь Коу про стоп видео И не забывайте И не забывайте Мыть инструменты Это обязательно Потом просто Устанете с ним Ну и че нам Кабулетку Как вы помните Вчера я тут Не накосячила Как сказать-то Приостановил работу Сейчас надо аккуратненько Не задев вчерашний кирпич Вот так вот Ребристый Неровный Большие, конечно Большие Ухабы не нужны нам Углы потом можно вырвать В принципе Здесь тоже самое Ведешь Шпатель просто Не прижимая Быстро Трук Получаются Вот такие вот Волны Ребят, такая Небольшая Ремарочка Да Вот здесь батарея И здесь Вот эта стена Сохнет Быстрее гораздо Потому что Вот оторвался Здесь полоску Нет этих сколов Она отрывается ровно Понимаете Вот Поэтому Решил Пройти Пока Вот здесь у окна Ломаный Ну Не ломанный Выпавший Заврушившийся От времени Кирпич Прям Блеск Мне нравится Не знаю Как вам Мне очень нравится Когда это все Покрасится Не знаю Может быть даже Швы стоит Будет пройти Прям Пальцем Не знаю Шпаклевочкой Может какой-нибудь Чтобы они были Какие-нибудь Полукруглые Не просто Глотки Вот Ну что Ребят Подошел К концу Сегодняшний день Ну и наверное И конец этого видео Так как Окончательный Результат Вы увидите Наверное Те кто Подпишется Увидите Когда я буду Устанавливать Вот эту Защитную Решетку На Батарею Да радиатор Этот Или как он Называется Ну и замену Наверное Подоконника Вот А сейчас Что я могу Сказать По работе Эта Штука Мне Очень понравилась Очень И очень Видите Кирпич Такой Кажется Устаревшим Когда он Немножко Тиранется Теркой Вот Терки Тирану Чуть-чуть Будет Вообще Шик И когда Покрасится Что могу Сказать Ребят Никогда Такую работу Не выполнял И думаю Для тех Кто не побоится Если конечно Кому-то Это вообще Пригодится Лично Мне Это очень Нравится Ребят Повторюсь Уже не первый Раз Самое главное Не бояться Взяли Мастерок Уроку И шпатель Ну и погнали Мусор Кстати Вот Ну не очень На год Именно В принципе В принципе Все Жене тоже Очень понравилось Оказывается Можно Делать В несколько Приседств Как Как вы Видели По видео Не обязательно Всю стену В один день Там Это мастера Да Они могут 20 квадратов Зафигачить Штукатуре Вот Вот Этот кусочек Кстати Тоже Я Вот Только Передайте Моторвал Он еще Не засох Не бойтесь Экспериментируйте Своими руками Всегда Работа Сделанная Своими руками Всегда Как-то Смотрится Лучше По крайней мере Для тебя Вызывает Некую Небольшую Такую Гордость Что ли Хотя Гордыне Это Грех Все Ребят Ребят Всем Пока Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Дизлайки Я Не обидчивый Жду Комментариев Все Пока Спасибо Ты заходи Если что И за лайк И за подписку Спасибо Спасибо